всем привет добро пожаловать в мои новые видео сегодня мы с вами пока посмотрим что такое дамбай он находится на территории тибердинского заповедника кругом красота горы реки водопады озера ну просто глаз не оторвать для всех любителей природы приглашаю приятного просмотра еще они доезжают до дамбая находится такое шикарное место мне это напомнило прям картину шишкин лес река называется улуму руджу могу неправильно произносить но посмотрите как красиво просто когда ты едешь дамбай можно остановиться посмотреть не просто сказочный лес такая огромная горная река толстенные деревья не знаю я прям вообще тащусь восторге таких видов посмотрите какой вагончик тут ездит раритетно мне так понравился все время его ждала чтобы сфотографировать на самом деле есть обычные подъемники стандартные в первый день мы приехали разместились пообедали так как был уже поздно куда-то идти на полноценный маршрут мы решили подняться на самый верх и прогулять по верху показать детям красоту но мы не знали что подъемник доезжать до середины и последний путь 300 метров мы шли наверх если честно мы все поймали горянку это так было сложно то есть первый раз ты прилетел и сразу же поднялся высоко в горы пока сейчас вот все Субтитры сделал DimaTorzok Если подняться на подъемнике, то есть возможность пройти прогуляции И вот сейчас мы идем от того места, где находится подъемник, вот на пик Там можно подняться еще метров на 300-400 Вот здесь я пытаюсь говорить, но такой сильный ветер Я показываю, вот там маленькая точечка красная, это подъемники Вот здесь вот сидит у меня Максим, соленые они остались А мы со старшей дочерью поднялись вот на эту вот вершину Там такие потрясающие виды Просто вообще захватывает дух Ну и если честно, очень страшно прям подниматься Я прям ползком поднималась А сейчас вот я покажу, отсюда видно Эльбрус Но в ясной погоде он прям виден очень хорошо Сейчас я приближу вот маленький белый треугольник Вот на эту вершину мы с Полиночку поднимались И вот на уровне Дамбай-Ульген Да Сколько она? 4,50 по-моему А это 3,600-3,400 Ну это примерно, может даже и выше Ну а потом мы стали спускаться И на высоте 2277 метров вот такое развлечение для туристов Можно сфотографироваться за 300 рублей вот на таком яке Так, это вход на канатку Время 6.10, она уже закрыта И рядом находится рыночек И опять все закрыто А у нас Полина сгорела И мы хотели купить Ну, какое-нибудь средство от загара О, смотри, как красиво Сейчас пройдемся по мосту По-красивому А ну, пойдем по мосту Пойдем Такой классный мостик И здесь соединяются две горные речки Сейчас покажу Встану на середину Мне, кстати, на этом мостике тоже страшно Вот, прям такие камни здоровые Очень красивый вид в эту сторону И мостик тоже шатается Единственное, что работало кроме ресторанов по вечерам Вот такая вот кафешка Очень интересное место Вот здесь вот можно взять кофе Либо какой-то напиток И посидеть вот в такой челлаут-зоне Там можно было костер зажечь Посидеть Очень приятно Но всегда было занято Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Вечером можно прогуляться вот здесь по набережной Разные кафе стоят Очень симпатичные Качельки есть Вот очень красивые ущелья Здесь, если дальше пройти Там будет проход на водопады Ну, тут вообще в любую сторону можно пройти И будут везде пешие маршруты И вот тут сам поселок А сейчас мы с вами отправляемся В ущелье Аманаус Которое находится прямо в пешей доступности Из Домбаи Это самый близкий маршрут Находится он на территории Тибердинского заповедника Вход 200 рублей с человека Дети идут бесплатно Это вот мы идем туда Это мы вечером проходили Хорошая была погода Я села на камушек На самом деле Потом мне так стало страшно И я не знала, как с него слезть В общем, пошли мы Вечером мы дошли до водопада До Мини Ну, просто договорились с охранником А уже утром пошли в полноценный путь И нам не повезло Единственный день с погодой Был такой ливень Ну, вот я вам сейчас покажу Все наши приключения Ну, все Вот мы уже идем на маршруте Это следующий день День начался всю ночь Шел дождик Днем шел дождик А еще в этом ущелье Всегда идут дожди Очень редко Когда оно солнечное То есть во всем Донбай Может быть солнце В этом ущелье Будет туман и дожди Вот Была середина июня И посмотрите Насколько много еще снега Снежники везде Так что имейте ввиду Если будете идти Днем шел дождик Днем шел дождик Я бы сказала Что этот маршрут Вот особенно До чертовой мельницы Достаточно быстрый И не очень сложный То есть Единственное Что в горку все время Подниматься Но вы идете через лес И проходите Вот один снежник Мы были в первый раз С Максимом в конце июля Снежник уже не было Вы идете Там была горная речка И по-моему То ли мостик был проложен То ли мы за канадца Какой-то цеплялись Вот Но вот что касается Дальше маршрута До Суфурджунских водопадов Там конечно Намного уже сложнее Вот этот кусочек Я решила оставить полностью Как мы перебирались Видимо Здесь вот сошла лавина Потому что Деревянные мостики Явно свежие Только сделанные Я не знаю Когда мы были Позапрошлом году Что здесь было Как раньше перебирались Потому что мы сюда не дошли Но просто почувствуйте Нашу боль Насколько это страшно Потому что Шел дождик Все мокрое Дерево скользкое Камни скользкие Дождик видите Капает не переставая У нас ботинки У меня ботинки Не предназначены Для Ну то есть Они Берцы Но все равно На них очень скользко И на них скользко На снежнике На них скользко На мокрых камнях У нас дети Мы потом промокли Все У меня в рюкзаке Промокли даже документы Лежащие во внутреннем кармане Но нас это не останавливало Мы решили пройти То есть В принципе Тут не сложно Спуститься и подняться Что пугало Потому что Все таки Надо помочь Маленькому ребенку Подняться и спуститься Ну и То что Ты не дай бог Подскользнешься И рухнешь вниз Поэтому этот кусок Я оставлю полностью Насколько Кажется Легко Спуститься Забраться Сколько нам потребовалось Время И таких Переходов Было несколько Продолжение следует... Давайте туда Ползи Да Добавлю Продолжение следует... 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 Продолжение следует...